Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Они настолько меняют человека. Я всем говорю, что это не только перманентный макияж, это намного больше. Ведь ни для кого не секрет, что девушку в первую очередь встречают все равно по внешнему виду, по лицу. В чем главное отличие перманентного макияжа от татуажа? Татуаж делается татуировочными пигментами и на глубине чуть ниже перманентного макияжа. Специфика татуажа на всю жизнь. И это пигменты, предназначенные для тела. Эта техника уже устарела, она была популярна в 90-х, в 2000-х, так что сейчас на смену пришел перманентный макияж. Очень легкий, естественный, который выделяет именно натуральную красоту, что сейчас очень актуально и модно. И держится на коже всего лишь один год. Здесь очень важно отметить, что перманентный макияж подходит абсолютно всем. Потому что в составе наших пигментов неорганическое и сухое красящее вещество. Беременным рекомендуется после второго триместра. Так что красивыми мы будем в любом положении. На какие области лица и тела делают перманентный макияж? Можно брови, губы, веки. Ну и в исключительных случаях ореолы груди. Только на одних бровях у нас есть 13 разных техник нанесения перманентного макияжа. Какая сейчас самая модная форма? То, что стандартно, не работает. То, что мы в учебниках читаем, в журналах, это не работает. Поэтому я создала свою авторскую форму отрисовки эскиза бровей, которая подходит 99% случаев. И мы как раз-таки сейчас на стадии патента. Она заключается в том, что любой желающий человек может стать мастером перманентного макияжа. И для этого не нужно особого таланта. Не надо художественных образований. Через мои руки прошло более 2500 клиентов. А не значит ли, что все девушки будут ходить с одинаковыми бровями? Нет, абсолютно нет. Потому что лица у нас у всех индивидуальные. Так же, как и нет одинаковых лиц, нет одинаковых бровей. Та форма, которую я создала, она очень универсальная, она правильная. А брови – это обрамление нашего с вами лица. Какие сейчас распространенные и популярные техники? Индивидуально подбирается техника нанесения перманентного макияжа, исходя от плотности кожи девушки. Плотность кожи у нас у всех разная. У кого-то она тонкая, мы берем легкое пудровое напыление. У кого-то она чуть поплотнее, значит, мы чуть понасыщеннее проходим. Это уже более ближе к теневой растушевке. У нас более 13 разных техник на разные типы кожи. На что нужно обратить пристальное внимание перед процедурой, чтобы все прошло идеально и результат оправдал свои ожидания? Это очень важный вопрос. Я всем всегда говорю, обращайте внимание на то, сколько клиентов у этой студии или у этого мастера. Важно, чтобы рука у мастера всегда была наработана. Все мастера нашей студии проходят четырехшаговый подбор, очень тщательный. Все мастера с опытом работают от трех лет, также которые знающие и колористику, и углубления, как работать с клиентом, как себя подать. И, кстати, у нас работает отдел контроля качества, который звонит каждому клиенту после процедуры и ставится оценка каждому мастеру. По поводу вашего курса. Когда готовилась к интервью, увидела, что вы ездите с курсом, который называется «От бровей к квартире в Москва-Сити». Это громкое название или это на самом деле так? Это на самом-то деле так. И я провела свой первый авторский семинар с такой темой «Как заработать на бровях квартиру в Москва-Сити», она называется. Это реально? Да, это реально. За четыре дня 250 человек пришли, оплатили и посетили мой авторский семинар. И Ульяна купила квартиру в Москва-Сити. Все просто, друзья. Вовно три года назад, 18 января, я приехала одна с дочкой, с четверхлетней дочкой на руках в Москву. Три года назад? Три года назад, а в студии два с половиной года. Как тебе это удалось? Я из Якутии родом. Подожди, ты приехала из Якутии с ребенком на руках, денег нет. Как это все случилось? С маленьким ребенком на руках, никто меня не ждал. У меня нет здесь ни подруг, ни родственников, вообще никого. В первое время мы жили в хостеле, в общей комнате, где там было семь кроватей. Там я открывала салон красоты, а на этом прогорела. Я приехала с долгом практически 960 тысяч рублей минус. И еще взяла долг, чтобы переехать сюда. Все возможно. Мечтайте по-крупному. Знаете, как это было? Сначала я арендовала в салоне несколько дней. Под себя, под свои записи. Под свои записи я начала качать свой инстаграм, я начала таргетировать. То есть, как бы, там есть кнопочка продвигать, я продвигала свою. Потом взяла несколько дней в аренду в салоне. То есть, как бы, уже на себя. А потом переехала в чуть побольше кабинет, где могла одна кушетка и еще для моего мастера кушетка. Мне никто рублем не помог. Никто. Именно про таких людей мы должны рассказывать. Мы подготовили картинки известных людей с разной формой бровей. Идеальная женщина. Но у нее есть перманентный макияж? Может быть, там легкое пудровое напыление. Это все гримируется очень хорошо. Так что вот не заметишь. Татуажа точно нет. У нее идеальные бровки. Но я бы сместила высокую точку чуть-чуть назад. И на этом бы сделала акцент на прекраснейших, огромнейших глазках. Ким, жди меня в Голливуд. Да. Скоро буду. Мы едем. О, Анжелина Джоли. Прекрасная форма бровей. Здесь она такая юная. Но она немножко подщипала бровь. Они прям очень-очень тонкие, хотя они натуральные. Но в те времена и мода была такая на тонкие брови. Абсолютно не симметрично. Да, но это карандаш. Так нельзя рисовать бровки. Какая у нас здесь шикарная, натуральная, естественная. И ширина нормальная. Все очень гармонично смотрится. О, прекрасная Дженнифер Лопес. Итак, что мы можем сказать про Джей Ло и ее брови? Очень шикарные, красивые, натуральные брови здесь. Она молодая. Не надо молодой организм наполнять и насыщать перманентным макияжем, сильным теневой растушевкой. Здесь немножечко не тот оттенок бровей, потому что волосы теплого оттенка, а брови холодные. В общем, с Джей Ло ты тоже с удовольствием поработаешь и сделаешь ее. Я тоже так сделаю. Еще прекрасней. Хоть раз. На канал писала наша телезрительница, которая очень просила помочь ей преобразиться перед Новым годом. Поможем, девушки? С удовольствием. Тогда сейчас мы ее увидим. Жанна очень мечтала о перевоплощении, писала к нам в программу и просила сделать преображение именно у вас. Я вам расскажу про процедуру, как будет заживать и проконсультирую. Сначала я вам нарисую форму бровей. Мы с вами вместе выберем оттенок, который нам подойдет. Нанесем анестезию, которую мы будем держать 10 минут. Процедура проходит очень комфортно, безболезненно. У нас остались просто практически последние штрихи, мы заканчиваем процедуру перманентный макияж бровей, который будет держаться на коже в течение одного года. Анна, здравствуйте! Приятно вас сегодня видеть. Вы тоже являетесь клиентом студии Перманент Грей? Я наконец-то нашла своего мастера. Сегодня у нас уже была первая консультация перед нашими процедурами, потому что я запланировала сделать межресничку. Обязательно сделаю брови. Хочется выглядеть элегантно, красиво. После Нового года мы сделаем еще и губки. Мы сегодня выбирали как раз цвет, мы выбирали форму. Знаете, я была абсолютно очарована Ульяной, и ей я хочу пожелать, чтобы к ней приходили самые красивые, самые успешные, чтобы дело ее процветало, и она всегда чувствовала, что делает этот мир красивее. Я люблю фэшн-тевью. Мы закончили. Давай посмотрим. Я довольна результатом, хотя чего-то не хватает. Всех телезрителей канала Фэшн-ТВ искренне поздравляю с наступающим Новым годом и желаю оставаться такими, какими вы есть, настоящими, идти от сердца и будьте счастливыми и красивыми. Я люблю фэшн-теви. Субтитры создавал DimaTorzok